Тайну вечного магнитного двигателя случайно раскрыли на презентации. Об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Попытаемся раскрыть эту тайну, поскольку в презентации было показано некоторая вещь, которая раскрывает особенности этого секретного БТГ-генератора мощностью 7,5 кВт. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Канал по запрещенной науке и запретным технологиям. Добро пожаловать! Сегодня мы посмотрим на турецкий БТГ-генератор, а точнее его презентацию. На этой презентации, ребята, случилось нечто. Этот генератор проработал где-то 7 часов, после чего он сломался. Но это, ребята, не самое интересное. То, что здесь нет такого, что вот он не работает, это фейк. Знаете, что самое интересное оказалось? Когда этот генератор сломался, разработчик Муамар Йилдыс открыл его, и мы увидели очередной секрет. Об этом вы узнаете как раз в видео. Итак, друзья, заметьте, вот сейчас я вставлю картинку. Это очень важные вещи. Помните тот самый первый БТГ-генератор, который я вам показывал? Затрачивается максимум 10 ватт на селеноидной катушке. Но с вала снимается больше. То есть вот такая вот обычная деревянная крутилка, где человек рассказывает, что магниты должны располагаться как бы елочкой. То есть взаимоотталкивая получается, но с прерывающим контуром. Можно сделать, что это работает и идет подача селеноиду, который перекидывает катушку слева направо, сам магнит. И генератор раскручивается при помощи селеноида и вот этого вещи. Это все равно, что вы сделали магниты по наклонной. То есть используя либо катушку, либо еще что-то. Самое интересное, что турецкий БТГ-генератор, когда сломался, разработчик держит точно такую же штуку. То есть то, что у турецкого разработчика в руках, вот такая круглая штука, деталь внутренняя. Вы посмотрите на узор, как там будут располагаться магниты. Это чертовски похоже на то, что мы видели в самом первом БТГ-генераторе, который показывал нью-лук БТГ. Ну что, друзья, сейчас буду переводить для вас ролики. Будем смотреть с самого начала и до самого конца. Поехали! Гайя комьюнити. Вот я нахожусь в Восточной Европе. Я здесь, чтобы показать вам генераторы Муамара Йолдеза. За моей спиной находится целая история магнитных генераторов, а также их разработка. Первый 1978 генератор. Первая идея возникла в 1978 году, когда Муамар Йолдез воплотил это в своем проекте. И здесь первые в истории прототипы магнитного генератора. И здесь идет понарастающее количество генераторов и более новые-новые модели этих магнитных генераторов. И, конечно же, нас приглашают на презентацию, которая проходит сейчас в Италии, в городе Беллона. Далее идет рассказ о том, что этот год ключевой для этих генераторов, и, возможно, в этом году состоится производство. То есть прототипы подошли уже к тому уровню, что все почти готово. А вот сидит и сам разработчик, мистер Йолдез. И вот-вот магнитные двигатели просто заполонят весь мир. Но будем на это надеяться. Привет, Гайя комьюнити. Сегодня мы находимся в Италии. Сегодня будет финальный тест БТГ генератора с полной нагрузкой 7,5 киловатт. Вот мы наконец-то и находимся на презентации магнитного двигателя Муамара Йолдеза. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Сзади вы можете видеть все прототипы. Присмотритесь внимательно, потому что это может опять-таки приоткрыть секреты. И вот презентационная табличка, где написано, сколько он вырабатывает. 7,5 киловатт, где-то 35 ампер и 220 вольт. И вот он, сам генератор. В такой красивой коробочке и полностью готовый для производства. Далее показывается огромный котел, где будет кипятиться вода с мощностью 7,5 киловатт. Далее внизу там стоят всякие счетчики, вход, выход и так далее, чтобы исключить попадание электроэнергии извне. И все это дело вынесено на площадку. Одна еще из главных особенностей, что высчитывать электроэнергию они, по-моему, будут под джоулем. То есть, сколько выработалось тепла, чтобы не было каких-то непоняток, что, как, например, с лампочками, да, вроде лампочек может быть там, например, на киловатт, да, но они могут гореть всего лишь, например, ватт на 100. Вот чтобы такой неразберихи не было, здесь специально поставили электрокотел с тенами и просто будут высчитывать по теплу, сколько киловатт это дело выработает. Также вот это все дело стримилось на YouTube, то есть вставлю кусочек видео, сейчас посмотрите. Но, к сожалению, этот генератор в итоге поломался после где-то 7 часов работы. Вот тут находится как раз-таки компьютер, где ведется онлайн-трансляция, которая на данный момент приостановлена. И, как я понял, презентацию придется перенести из-за критической неисправности в генераторе. Если почитать сайт, описание вот этого магнитного генератора, то написано следующее. Уважаемые сторонники свободной энергии, компания HMSB Magnetic Energy Machine Production консалтинг представляет подтверждение концепции в ближайшие дни. Тест будет открыт для обслуживающего персонала, также будет прямой эфир. Испытуемый продукт магнитный генератор на 7,5 киловатт. Место испытания Белуна, Италия. Из-за механического отказа машина остановилась через 6 часов 43 минуты. Нам пришлось остановить тест, потому что ремонт не мог быть выполнен в течение ночи. После того, как новые детали будут отремонтированы и установлены, испытание будет повторяться в тех же условиях и таким же образом. Мы будем вас держать в курсе событий и делиться новостями. Для тех, кто не в курсе, эта трансляция делалась специально для скептиков, чтобы подтвердить, что магнитный генератор свободной энергии работает. И трансляция должна была длиться трое суток. То есть потом все должно было быть посчитано, сколько энергии за это время выработалось, и при этом не лампочками какими-нибудь, а именно огромными тенами, которые кипятят куб воды, то есть тысячу литров. И вот здесь как раз-таки разработчик показывает вот эту деталь, которая пришла в негодность. И вот в этом-то и заключается самый главный секрет, потому что, как я понял, ротор двигателя сделан как раз-таки из вот такой вот детали. И заметьте, что она еще алюминиевая. Но если статор тоже был бы алюминиевый, то магнитные поля, соответственно, тормозили бы ротор. Так что, скорее всего, статор сделан из какого-то пластика. Тут они показывают запчасть, в котором центральный вал нанес ущерб как раз-таки вот этому барабану. И из-за этого они всю ночь пытались как-то исправить это, но урон, нанесенный этому генератору, оказался слишком большой. Ну что, друзья, вот такое вот видео, презентация БТГ-генератора, которая, к сожалению, прервалась неудачей. Но зато мы раскрыли небольшой такой секретик. А возможно, это окажется ключевым секретом, и мы сможем все-таки сделать этот БТГ-генератор. Ребят, не забывайте подкидывать идеи и обязательно делиться этим видео, потому что это очень важно, чтобы о таких технологиях узнало как можно больше людей. На этом, друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и увидимся. Пока-пока. Пока-пока.